Современные методы и требования к строительству частных домов полностью изменили традиционную скатную крышу. Теперь неотапливаемый чердак превращают в жилое помещение. Такой метод строительства указывает на обязательное применение строительных пленок. Влага – первый враг теплоизоляционного слоя кровли. Ее внутренний источник – водяной пар, который образуется в результате жизнедеятельности. Из-за разницы парциального давления в помещении и на улице пар стремится выйти наружу через утеплитель. Попав туда, он охлаждается и конденсируется в виде влаги. Мокрый утеплитель не работает, и теплоизоляция теряет свои свойства. Стропильная система подвергается биопоражению, а на кровле образуются сосульки и наледь. Чтобы не допустить этого, необходимо изнутри помещения применять пароизоляционные пленки, которые предотвратят попадание влаги в утеплитель. В этом видео мы поделимся профессиональными советами по монтажу пароизоляционной пленки Технониколь Альфа-Барьер в системе утепленной кровли ТН Шинглас Мансарда. В ассортименте Технониколь присутствуют три вида пароизоляции – Альфа-Барьер 2.0, 3.0 и 4.0. Пароизоляционная пленка Альфа-Барьер 3.0 – это армированная трехслойная пленка с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря полупрозрачной структуре пленка позволяет своевременно выявлять дефекты утепления и визуально контролировать качество монтажа. Она применяется для устройства пароизоляционного слоя в скатных кровлях, перекрытиях и стенах каркасных конструкций. Срок службы пленки – 50 лет. На данном объекте стропильная конструкция является частью интерьера. Роль финишной отделки потолка выполняет шпунтованная доска. Она же и будет опорной обрешеткой, поэтому пароизоляция и утеплитель будут укладываться поверх настила. Перед монтажом пароизоляции необходимо убедиться, что химпропитка, которой была обработана древесина, полностью высушена. Не рекомендуется укладывать пароизоляционную пленку на мокрую древесину. Правильно будет проверить совместимость пленки с химическими веществами, которыми вы обрабатываете древесину, потому что некоторые химические вещества могут пагодно влиять на пленку. Вес рулона позволяет без труда поднимать материал на крышу. Монтаж пленки ведется поперек стропил, вдоль карнизного свеса, лицевой стороной наружу. Пленка укладывается с натяжением, не допуская складок. Предварительная фиксация выполняется при помощи степлера и оцинкованных скоб по шагу стропил через каждые 600 мм по вертикальной линии. Важно минимизировать количество мест перфорации пленки скобами, поэтому будет достаточно шага в 200-300 мм. Если в качестве пароизоляции используется пленка Barrier 4.0, то ее укладывают отражающей стороной внутрь помещения. Алюминиевый рефлексный слой отражает тепловую энергию внутрь помещения, что позволит вам сэкономить на отоплении в зимний период. Ширина рулона полтора метра позволяет быстрее закрывать площадь кровли. При монтаже пароизоляции поверх стропильной системы каждое следующее полотно крепится выше предыдущего, начиная от карниза к коньку. Полотно укладывается с нахлёстом 100 мм и фиксируется скобами. На каждый рулон для удобства монтажа нанесены маркировочные линии. Пароизоляционный слой должен быть герметичным, поэтому для проклейки нахлёста в полотен используется односторонняя соединительная лента Технониколь Альфа-Бенд 60. Поперечные нахлёсты полотен составляют 150 мм. Их также фиксируют скобами и проклеивают лентой. При монтаже пароизоляционных пленок изнутри помещения стоит учитывать линейное расширение пленки, а также конструктивную усадку зданий. Поэтому пленка монтируется с двухсантиметровым запасом от стены. При отсутствии сплошного настила передвижение кровельщика по пленке запрещено, поскольку это повлечёт за собой прорыв в местах перфорации. Повреждения пленки легко исправить при помощи заплатки, проклеенной со всех сторон лентой с минимальным нахлёстом 100 мм во всех направлениях. Монтаж пленки в Яндове ведётся с перехлёстом полотен 150 мм с последующей проклейкой соединения лентой. На ребре с нахлёстом в 100 мм. Отдельные полосы пленки нужно соединять герметично не только между собой, но и также с прилегающими проходными конструкциями, такими как мансардные окна, дымовая труба, электропроводка. При строительстве в зимний период или в случае остановки работ по утеплению более чем на две недели необходимо применять укрывные материалы, чтобы защитить пленку от атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. От качества монтажа пароизоляции во многом зависит долговечность строительных конструкций. Следуя нашим советам, Вы сможете правильно произвести монтаж пароизоляционного слоя, и Ваш дом прослужит Вам много лет, сохраняя тепло и уют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова